Сегодня в Берлине, на третьем по счету заседании суда по делу о шпионаже в пользу России, тема самой России особо не поднималась. Речь сегодня главным образом шла об условиях содержания обоих подозреваемых в следственном изоляторе Моабит, главном СИЗО Берлина. Адвокат обвиняемого сотрудника БНД заявил о том, что к его подзащитному применяются чуть ли не пытки, и что он фактически содержится в полной изоляции от окружающих в одиночной камере. И что во время единственной прогулки на свежем воздухе, это один час в день, ему строго запрещено общаться с окружающими. То есть фактически он находится в полной изоляции от всех остальных. Это ужесточение условий содержания произошло по решению суда. Поводом для него стал инцидент трехнедельной давности. Один из охранников СИЗО предотвратил передачу письма от одного обвиняемого к другому. Судя по содержанию и месту обнаружения этой записки, она была написана бывшим сотрудником БНД и адресовалась второму обвиняемому, сообщнику, российскому немцу, который, как следует из материалов обвинительного заключения прокуратуры, играл ключевую роль в доставке секретных материалов БНД из Мюнхена в Москву и, соответственно, доставке денежного вознаграждения обратно из Москвы в Мюнхен. Судя по содержанию этой записки, которую судья сегодня зачитал полностью, один из обвиняемых пытался убедить другого отказаться от своих показаний, данных на этапе следствия, и заявить о том, что он действовал по наводке ЦРУ и ФБР. Подобного рода договоренности между обвиняемыми или воздействия на участников судебного процесса недопустимо в принципе, и поэтому судья принял решение свести к минимуму даже гипотетическую возможность контактов между обвиняемыми, что по факту и привело к их изоляции. Адвокаты сотрудника БНД сегодня также требовали изменить рассадку в зале суда. Они хотят сидеть таким образом, чтобы постоянно держать в поле зрения скамью подсудимых. Поводом для этого стали сообщения в немецких газетах о том, что в первый день суда прокуроры якобы обменивались улыбками со вторым обвиняемым по делу. По поводу этих улыбок один из прокуроров сегодня выступил с отдельным коротким заявлением. По его словам, обвиняемый Артур Э. много улыбается в ходе процесса, это действительно так, и в какой-то момент прокурор, осматривая зал, автоматически улыбнулся в ответ. Однако он заверил сегодня суд, что это полнейшая случайность, а не признанная каких-то тайных договоренностей между обвинением и подсудимым. И еще один оригинальный аспект. Сегодня встал вопрос о том, каким образом прокуроры будут добираться на суд в январе, потому что теперь это непонятно. Генеральная прокуратура Германии находится не в Берлине, а на другом конце страны, в городе Карлсруе. До туда 6 часов езды на поезде. А со второй недели января профсоюз немецких машинистов планирует бессрочные забастовки по всей стране. Соответственно, поезда ходить не будут. В то же время внутренние перелеты по Германии сотрудникам федеральных ведомств запрещены в рамках борьбы с глобальным потеплением. Сегодня страна защиты уже пыталась прояснить этот вопрос в ходе заседания, но судья отложил обсуждение на завтра. Процесс продолжится в четверг.